Nokia Antares подписала соглашение о продаже татнефти своего российского бизнеса. Без учёта налогов сумма сделки составит около 400 миллионов евро. На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировка чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменение обменного курса рубля-евро, сообщает головной офис финской компании в своём пресс-релизе. Сделка ещё не завершена. Её должны одобрить регулирующие органы, поэтому сроки и условия продажи пока не ясны. Сама же Nokia Antares объявила о контролируемом уходе из России ещё в июне. Хотя завод во Всеволожской Ленинградской области не останавливался, но поставлять шины в страны Евросоюза запрещают санкции. Между тем российская площадка мощностью 16 миллионов покрышек в год была основной для финской компании, обеспечивая 80% выпуска всех легковых шин Nokia. Лишившись возможности экспортировать товар с завода в Ленобласти, марка наращивает производство в Финляндии и США. Российские активы Nokian за второй квартал года обесценились на 300 миллионов евро. Оставшиеся в России и Беларуси активы на конец третьего квартала компания оценивает в 480 миллионов. После закрытия сделки весь персонал перейдёт новому владельцу, и Nokian прекратит деятельность, которую вела в России с 2005 года. Однако, по данным газеты «Коммерсант», финны оставили себе опцион на возвращение. Что касается Татнефти, то ранее она уже выпускала покрышки под брендом Kama Tires. Но в мае этот бизнес был продан Татнефтехиминвестхолдингу — полугосударственной структуре, координирующей деятельность предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана. А Татнефть, Нефтехим и Нижникамскшина попали под санкции. Пока неясно, сможет ли Татнефть загрузить работой огромный завод Nokian, мощность которого всего лишь в половину меньше, чем потребляет весь российский рынок. А главное, какие шины там будут выпускаться. В отличие от ленинградского завода Nokian, который всё это время работал, ульяновский завод Bridgestone простаивает с 18 марта. И только сейчас японская компания решила его продать. Официально сообщается, что инициирован процесс поиска местного покупателя. Запущенный в 2016 завод в прошлом году отработал на полную катушку, выпустив 2 миллиона шин, 20% которых ушли на экспорт. Недавно мощность была увеличена до 2 миллионов 400 тысяч покрышек в год. Это третий по величине шинный завод в России. Bridgestone уверяет, что на Россию приходилось 2% мирового оборота компании. И уход с нашего рынка не скажется на консолидированном прогнозе на 2022 год.